Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Чбек Дагалиева. Сегодня в программе. Мотострофический ливень с градом в российском Ростове-на-Дону. Есть жертвы, потоки воды смывали, как спичечные коробки автомобили. В Турции хоронят жертв теракта в Стамбульском аэропорту. Турецкие СМИ узнали имя организатора атаки. Это уроженец в Чечне Ахмед Четаев по кличке Однорукий. Именно он готовит всех смертников для Европы. Я услышал громкий взрыв, пошел туда, но мои дети уже погибли. Америка предложила России сделку по Сирии. Полная координация всех военных действий США с русскими взамен прекращения бомбежек умеренной оппозиции. Башар Асад тем временем сообщил о тайных переговорах с западными лидерами в Африке Соединенных Штатов. Они атакуют нас политически, а потом тайно посылают к нам своих представителей, чтобы вести с нами переговоры под столом. До свидания наш ласковый зайчик. Белорусы больше не миллионеры. Их деньги зайчики лишили сразу четырех нулей. Граждане уверены, что экономике динаминация не сильно поможет. Это выброшенные деньги государства. Салам Кыргызстан! В гастрономических итальянских ресторанах Москвы еду готовят не итальянцы, а кыргызы. Но даже специалисты-дегустаторы не чувствуют разницы во вкусе. Мы тут живем одной большой семьей. Это наш второй дом. Катастрофический ливень с градом вызвали наводнение в российском городе Ростов-на-Дону. Сообщается как минимум о двух погибших, которых потоком воды затащило под автомобили. Это женщина и ребенок. Также из города приходит информация еще о двух жертвах. Но пока официальная их гибель не подтверждена. В считанные минуты после начала ливня улицы Ростова-на-Дону превратились в реки. В некоторых районах вода поднималась на уровень с первыми этажами. Как говорят очевидцы, которые выкладывают в интернет многочисленные мобильные видео, потоки воды уносили автомобили, как спичечные коробки. И даже мощные машины МЧС не могли передвигаться по улицам. Пипец, посмотрите. Это полный пиздец. Вот кадры последствий этого ливня. Хорошо видно, насколько сильным он был. Вы видите восемь машин, одна на другой. Этот завал полностью перегородил выход одного из кафе. А это видео с телефона, которое сняли посетители уже другого кафе на центральной улице города. Уровень воды достигал середины высоких окон заведения. В конце концов, стекла не выдержали, и вода хлынула вовнутрь. Только с одной привокзальной площади техника МЧС откачала больше 4,5 тысяч тонн грязи и воды. Сильные ливни отрезали от столицы Кыргызстана основные туристические районы страны. Из-за сельей затоплена главная трасса, связывающая Бишкек с Иссыкулем. Это видео сняли очевидцы. Хорошо заметно, что вода очень затрудняет движение автомобилей. Потоки грязи сходят с крутых обрывов сразу на нескольких участках трассы. Отдельные из них закрыты. Нынешние сельи и наводнения могут значительно усугубить положение местного населения. И без того туристический сезон на Иссыкуле в этом году под угрозой срыва. В Турции проходят похороны жертв теракта в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Всего от рук террористов погибли 43 человека. Большая часть из них – турки. В похоронах первых пяти погибших, трое из которых дети, приняли участие тысячи жителей Стамбула. Отец погибших детей рассказал журналистам о своей трагедии. Мы прошли паспортный контроль и я вышел из терминала. Я искал такси. Я услышал громкий взрыв. Моя семья была прямо там. Я был всего в пяти-шести метрах от взрыва. Я пошел туда. Но мои дети уже погибли. Тем временем турецкие СМИ выяснили имя организатора теракта в Стамбульском аэропорту. Как утверждает журналист и газет Яниш Афак, это житель Течни Ахмед Читаев. Больше известный по кличке Однорукий. Также гражданином России СМИ называют одного из смертников Османа Вадинова, предположительно уроженца Дагестана. В Национальном антитеррористическом комитете России Читаева считают главным поставщиком и инструктором террористов-смертников для Европы. Однорукий тренер смертников Ахмед Читаев за последние три года четырежды задерживался спецслужбами разных, в том числе и западных стран. Но каждый раз ему удавалось вывернуться и избежать ареста и наказания. Россия уже долгое время требует выдачи Читаева через Интерпол. Однако до последнего времени террорист имел политическое убежище в Австрии. И каждый раз попытки его экстрадиции срывались. В 2008 году Читаева, несмотря на то, что у него были изъяты автоматы и взрывчатка, всего через год отпустил шведский суд. После этого Однорукий попал в руки грузинским спецслужбам. Но и они его не задержали. Отпустили Читаева и на Украине. В 2015 году он перебрался в Сирию, где подготовил почти всех смертников последних европейских терактов. Агентство Reuters распространяет новые видеокадры и фотографии террористов. Почти все они и даже такси сняты перед атакой камерами наблюдения Стамбульского аэропорта. Но никто из охраны, к сожалению, не обратил внимания на подозрительных молодых людей. К новостям Центральной Азии. Парламент Кыргызстана подвел итоги первого года работы. Однако запомнился шестой созыв не только скандальными законопроектами, в том числе инициативой по ограничению деятельности некоторых СМИ, но и отсутствием дисциплины. Народные избранники не только пропускали заседания, но и частенько голосовали вместо своих коллег. Это кадры закрытия сессии парламента. Вы видите, как парламентарии во время голосования нажимают на кнопки компьютеров сразу нескольких соседей, которые на работу в этот день не пришли. За несколько часов депутаты успели рассмотреть более 30 законопроектов. Настоящий скандал разразился во время заседания казахстанского правительства. Вице-премьер Бакаджан Сагентаев при обсуждении ситуации с орошением сельскохозяйственных земель позволил себе ряд довольно грубых высказываний в адрес соседей Казахстана. А премьер-министр республики жестко пресек разговорчивого чиновника. Тем не менее, запись этого заседания попала в интернет и теперь широко распространяется, особенно в тех странах, по адрес которых высказался вице-премьер. А вот и само видео, которым делятся пользователи сети. По воде, то, что сейчас Ким Южин Казахстан наговорил с Таджикистаном, в Ташкенте был разговор с коллегами. Таджики что предлагают? Вот схема, о которой сегодня мы договариваемся. В прошлом году работал с Кыргызстаном, товар обмен по энергетике. Таджики говорят, если вы пойдете с нами по такому пути, будете покупать у нас электронную, тогда не надо с Кыргызма связаться, мы вам воду от себя спустим. Мы в публичном пространстве, аккуратнее выбирайте. Тем временем власти Таджикистана нашли подрядчика для реализации проекта, который может существенно осложнить любое орошение сельскохозяйственных земель в Центральной Азии. Речь идет о возведении самой мощной в регионе гидроэлектростанции – Рагунская ГЭС. Сообщается, что ее строить будут итальянцы. Рагунскую ГЭС на реке Вахш уже дважды начинали строить россияне, но оба раза стройка прерывалась. Первый раз из-за распада Советского Союза, второй раз стороны не договорились о долях от будущих продаж электроэнергии. Резко против строительства ГЭС высказываются соседи Таджикистана. В первую очередь Узбекистан, так как не хочет, чтобы таджикские власти контролировали распределение воды в регионе. Высказываются опасения, что наполнение будущего водохранилища, которое может занять несколько лет, вообще лишит Узбекистан воды. Итальянский ресторан, в котором готовят кыргызы. В самом центре Москвы восьмой год бренд-шефом престижного заведения работает кыргызстанец Самата Нарбеков. Увидев расторопность работника, владелец ресторана стал нанимать кыргызстанцев охотнее. Репортаж из Москвы. Все эти блюда подаются в итальянском ресторане в центре Москвы, но готовят их не итальянцы вовсе, а мигранты из Кыргызстана. Птицу, рыбу и, конечно, итальянскую пиццу может приготовить любой из них. Большинство приезжают сюда, окончив 11 класс, на 17 лет, для того, чтобы помочь родителям. Мы тоже приехали с этой целью. Приехали, посмотрели. Начинался мат с позиции помощника повара. Сейчас, пройдя все ступени поварской карьеры, он стал бренд-шефом. Шеф-поваров называют су-шефами или заведующими производства, а я контролирую их работу. В случае необходимости помогаю. Когда раз в три месяца в меню появляются сезонные блюда, бренд-шеф-повар показывает то, как они должны готовиться. Можно сказать, бренд-шеф-повар – первое лицо кухни, который следит за тем, чтобы все было в порядке. За порядком на кухне сама следит во всех трех ресторанах сети. Увидев дисциплинированность и исполнительность работника, владельцы бизнеса стали охотнее брать на работу кыргызов. Многим из них устроиться в ресторан помог Самат. Каждый делает то, что умеет и может. Есть такие, кто учился и имел опыт работы в сфере общественного питания в Кыргызстане. Они приехали, чтобы попробовать себя здесь. Зато сам Самат рассказывает, что устроился на работу с помощью своей жены, Нуржан. Она здесь работает менеджером. Первая сюда устроилась моя жена в 2008 году. Потом пришел я, прошел собеседование и остался. Шеф-повар Самат только на работе. Дома на кухню Нуржан супруга не пускает. Я стараюсь не влезать в дела с жены на кухне. В Москве Нурбековы живут уже 8 лет. Говорят, что город дал им больше возможностей, чем родной Бишкек. Однако, как и другие мигранты в России, Самат и Нуржан хотят вернуться. Мы тут живем одной большой семьей. Это наш второй дом. Но через два года мы планируем вернуться в Кыргызстан. Салам, Кыргызстан! Александр Касаткин, Улан Асанлиев, Лазат Токарбашева. Настоящее время. Далее в программе. Америка предложила России сделку по Сирии. Полная координация всех военных действий США с русскими взамен прекращения бомбежек умеренной оппозиции. Башарасов тем временем сообщил о тайных переговорах с западными лидерами в обход Соединенных Штатов. Они атакуют нас политически, а потом тайно посылают к нам своих представителей, чтобы вести с нами переговоры под столом. До свидания, наш ласковый зайчик. Белорусы больше не миллионеры. Их деньги зайчики лишили сразу четырех нулей. Граждане уверены, что экономике динаминация не сильно поможет. Это выброшенные деньги государству. Салам, Кыргызстан! В гастрономических итальянских ресторанах Москвы еду готовят не итальянцы, а кыргызы. Но даже специалисты-дегустаторы не чувствуют разницы во вкусе. Мы тут живем одной большой семьей. Это наш второй дом. Газета Washington Post сообщила о детали о готовящейся между Россией и США сделке по Сирии. Как сообщают журналисты, американцы предлагают россиянам полностью координировать усилия и проводить совместные военные операции против группировок исламистов Джабхата Нусра и ИГИЛ. Взамен Америка просит прекратить Россию бомбить своих союзников из умеренной сирийской оппозиции, а также запретить авиации Башара Асада применять бочковые бомбы в городах. Это предложение, как утверждает Washington Post, уже согласовано с президентом Обамой. Пункт о бочковых бомбах появился в нем не случайно, так как именно от этого варварского оружия союзники Соединенных Штатов в сирийском Алеппо несут самые большие потери. Своё недовольство предложением высказали американские военные. В Кремле никак не комментируют будущую сделку. Тем временем Башар Асад в интервью австралийским журналистам заявил, что почти все страны Запада так или иначе ведут с ним переговоры в тайне от США. На самом деле это двойные стандарты Запада в целом. Они атакуют нас политически, обвиняют в преступлениях. Потом тайно посылают к нам своих представителей, чтобы вести с нами переговоры под столом. Особенно в том, что касается безопасности. Это делают все, в том числе и правительство Австралии. Они все делают одно и то же, но говорят другое, чтобы не расстраивать Соединенные Штаты. Большинство западных чиновников повторяет только то, что нравится Соединенным Штатам. Так что я думаю, что все эти обвинения, звучащие в наш адрес, не имеют отношения к нашей реальности в борьбе с террором, в которой участвует и наша армия, и наше правительство, и почти все институты нашего общества. Но если вы называете борьбу с терроризмом, бойней и убийством, это совсем другой вопрос. Президент Украины Петр Порошенко и украинские военные признали, что обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. В районе Дебальцево идут многочасовые тяжелые бои с применением танков, БМП и крупнокалиберной артиллерии. На других участках фронта тоже звучит артиллерийская канонада. Именно во время 10-часового боя к северу от Донецка в районе ПГТ Луганска и погиб известный украинский оперный певец Василий Слепак. Его часть подверглась танковой атаке сепаратистов. Наблюдатели связывают активизацию военных действий с очередным раундом переговоров по Донбассу. А во Львове хоронят самого оперного певца и рядового добровольческого корпуса Василия Слепака. Обладатель уникального тембра, закончив Львовскую консерваторию, почти 20 лет жил и работал во Франции. Несмотря на плотный график, он часто бывал в Украине. С начала войны он стал волонтером и в один из своих приездов на Донбасс решил остаться на передовой. Говорил, там он нужнее. Но в бою под Донецком его убил снайпер. Утром он просыпается и поет гимн Украины своим голосом. Как это подбадривает бойцов? Или едет колонна, а он поет так, что слышат все. Гул стоит, но голос такой, что как будто в микрофон. Решение Василия уйти на фронт для друзей певца было неожиданностью, но отговорить его не смог никто. Я очень хотел его защитить. Спросил, может быть у него есть какое-то важное дело, чтобы остаться во Франции. Но он решил ехать. Он был очень цельным человеком, никогда ничего не делал наполовину. Есть еще один глубокий момент нашей тяжелой утраты. Впервые со смертью Василия добровольцы, которых раньше даже за военных не считали, стали таковыми. Я благодарен президенту Украины, который сделал мужественный шаг и вручил Василию орден за мужество. Я очень надеюсь, что отныне у нас не будет двух разных статистик. Официальный и неофициальный. Белорусы уже не миллионеры. Доллар там теперь стоит всего 2 рубля, хотя накануне за него давали 20 тысяч. В стране деноминация. С купюр исчезли сразу 4 нуля, и это рекорд. Это уже третья деноминация в истории независимой Беларуси. Первая прошла в 1994, тогда соотношение было 1 к 10. Вторая деноминация состоялась в 2000 году. Тогда с купюр исчезли 3 нуля, а теперь 4. Новые деньги выглядят вот так. Это не только бумажные купюры, но и монеты. Как видно, они похожи на евро. К новым банкнотам привыкают и покупатели, и продавцы. Нет, мы заранее позаботились. Вот моя мама говорила, что буквально два дня назад она уже не могла снять. Она искала места, где остались еще деньги. Столкнуться не столкнулись, мы уже рассчитались. Вот карточка, я рассчитался, уже работает карточная система. И рассчитался. 3,54 замороженное отдал. Но банкоматы вообще не работают. Ну, я считаю, это выброшенные деньги государства. Сила возраста немножко сложновато, но переживем это. На ценниках суммы как в новых, так и в старых деньгах вчера вечером и сегодня утром у некоторых белорусов возникали проблемы при расчетах банковскими карточками. У банкоматов к обеду очередей уже не было. Кому точно не позавидуешь в эти дни, так это кассирам. Они работают медленнее обычного. Многие написали себе памятки, старые деньги будут приниматься до конца года. Мой коллега, белорусский журналист и блогер Виктор Малишевский подсчитал, что если бы в стране не было трех динаминаций, средняя зарплата белоруса весила бы 359 килограммов и составляла бы 71 миллиард 828 миллионов 500 тысяч рублей. Белорусские мультипликаторы буквально за один день создали мультфильм, который в обществе уже окрестили гимном динаминации. Как вы видите и слышите, главный герой мультфильма президент Лукашенко перечисляет те преимущества, которые ждут граждан его страны после динаминации и убивает клюшкой зайчиков. Именно под этим народным названием с начала 90-х ходили белорусские купюры. Латвия начала возводить стены на своих восточных границах. Официально власти заявляют о своем стремлении остановить неконтролируемый поток беженцев и нелегальных мигрантов, хотя на латвийско-российской границе никакого скопления беженцев нет. Репортаж с места Анны Трудолюбовой. Несмотря на то, что Латвия уже 12 лет член Евросоюза, латвийско-российская граница оставалась обозначенной лишь на карте. До поры до времени это было на руку только местным контрабандистам, и пограничники успешно справлялись сами. Пограничные столбики, возможно, появились бы здесь еще не скоро, если бы не нелегальные мигранты, решившие воспользоваться практически полным отсутствием каких-либо препятствий на пути в Европу. Обычно у них есть проводники, один-два человека. Эти люди сопровождают до государственной границы, затем они вместе незаконно пересекают границу и вместе с мигрантами идут вглубь Латвии в 5-10 километров. Мы стараемся задержать их по следам. Чтобы доказать факт нарушения, необходимо обустройство границы по всем правилам. Забор – только один из элементов любого охраняемого объекта. И вместе получается контрольно-следовая полоса 8 метров, дорога для патрулей 2 метра и полоса отчуждения 2 метра. Когда нарушители стали исчисляться сотнями, а на смену торговцам сигаретами пришли граждане третьих стран, в основном Вьетнама, проблема из локальной, латвийской, превратилась в общеевропейскую. На контрабанде людей в Европейском Союзе ежегодно зарабатывают миллиарды евро. И в этом отношении Латвия не исключение. Эти контрабандные пути могут быть использованы и для пересечения нашей границы. Граждане Вьетнама отнюдь не просят убежища в Латвии. Их цель – объединиться с национальными общинами в Польше, Германии и Швеции. А на плечи Латвии ложатся хлопоты по временному содержанию, установлению личности и выдворению обратно. Если мы их даже ловим на границе и обращаемся к той стране, откуда они пришли, то Белоруссия относится к этому с пониманием и принимает их обратно. Но Россия даже в ситуации, когда они были пойманы в метре от границы, говорят – нет, их у нас не было, и Латвии приходится тратить огромные средства, чтобы отправить их обратно на родину. Такой же забор строит и соседняя Эстония. Расходы на депортацию нелегалов – важная проблема. Обустройство латвийской границы – лишь часть мероприятий по укреплению всей восточной границы Европейского Союза и перекрытию хотя бы частичному одного из каналов нелегальной эмиграции в страны ЕС. Российский художник Петр Павленский приехал в Прагу получать премию Вацлава Гавила за креативное проведение протестных акций. В июне Павленский вышел на свободу после семи месяцев в СИЗО. С Петром Павленским встретился мой коллега Тимур Олевский. Вот фрагмент их беседы. Как ты смог приехать? Почему тебя выпустили из страны? Ну, я смог приехать так же, как и любой другой человек. То есть вообще никаких проблем не было? Ну, просто у меня нету. Я до этого, когда я приезжал в Украину, и когда вот сейчас я приехал в Чехию, у меня не возникает сейчас никаких проблем. То есть во время вот, ну, паспортного контроля. Не даже прощального там какого-нибудь собеседования с сотрудником ФСБ? Нет, нет, нет. А может это закончиться? И в какой момент? В какой-то момент они, допустим, могут мне запретить выезд. Или въезд. Или въезд, или выезд. Ну, скорее всего, выезд, да. А вот если это случится, и ты будешь за границей, ты вернешься? Ну, если... Тогда будешь при этом за пределами России. И для тебя будет абсолютно очевиден один сценарий. Ты приезжаешь, ну и, скорее всего, там очень длительное время уехать уже не можешь. Какое решение ты примешь? Ну, вот именно о таком сценарии я не думал. Вот сейчас давай подумаем. Ну, да, 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 да. Вот я размышляю сейчас, чтобы я сделал такую ситуацию. Ну, не знаю сейчас, что ответить. Потому что... Приехать и не выехать, да. Ну, я думаю, что я бы, наверное, приехал, я бы нашел, искал способы, ну, потом выехать. То есть я бы, ну, каким-то образом, чтобы оставаться, скажем так, создавать какую-то проблему своего присутствия тогда. Ну, если уж меня не выпускают, если мне не дают возможности уехать. Я думаю, что вот так бы, наверное, я поступил. В музее Мадам Тюсо появилась новая экспозиция. Она называется «Охотники за привидениями» и посвящена культовым персонажам. Одной из самых известных в мире кинокартин. Выставка в Нью-Йорке занимает три этажа. Ее приурочили к выходу новой части ленты. Подробности в репортаже Рейтер. С первого взгляда может показаться, что это обычная нью-йоркская подземка. Но посетители быстро убеждаются в том, что это не так. В пятницу в музее восковых фигур Мадам Тюсо в Нью-Йорке открылась интерактивная экспозиция, посвященная выходу нового фильма про охотников за привидениями. Она была создана совместно с Sony Pictures, дирекцией музея и компанией Void, которая специализируется на так называемых аттракционах с погружением. В них обычные предметы интерьера сочетаются с виртуальной реальностью и спецэффектами. По словам разработчиков, это создает совершенно непередаваемые ощущения. Когда идешь по коридорам, кажется, что ты находишься в фильме. Здесь куча всяких высокотехнологичных штук, создающих паранормальные явления на каждом шагу. А в самом конце можно даже попытаться поймать настоящего лизуна, который летает по комнате. Ты полностью погружаешься в атмосферу. Комедия «Охотники за привидениями» вышла в свет в 1984 году. За ней в 1989 последовал второй фильм. Режиссер и продюсер Иван Рейтман одним из первых посетил новую выставку. Больше всего ему понравились восковые фигуры главных героинь новой картины. Они потрясающие, очень красивые. Во время съемок мы активно использовали компьютерные технологии, поскольку было много нереалистичных сцен с участием наших дам. Так что мы очень подробно их оцифровали, и мне кажется, создатели этих восковых фигур использовали эти данные. К сюжету в третьем фильме про «Охотников за привидениями» Нью-Йорк опять спустя 30 лет после событий последней картины подвергается нашествию призраков. Старая команда не может встать на защиту города, и эту задачу берут на себя новые герои. Лента выходит на экраны российских кинотеатров 28 июля. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте karantime.tv Мы встретимся с вами на следующей неделе. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова